Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас на своем канале. Ну, прежде всего, я от всей семьи, от всей нашей семьи хочу поздравить вас с большим-большим праздником, Крещением Господним. От всей души мы желаем вам всего самого доброго, крепкого здоровья на многие лета. Мира, добра и всего самого взаимопонимания. И вот чтобы постоянно, вот всегда было между всеми народами, между всеми нациями, всегда была дружба, мир, взаимопонимание. Вот как это было всегда до этого. У нас всегда, мне кажется, самый мирный, самый мирный был наш Казахстан. Самый мирный был наш Казахстан, а сейчас вот какие-то волнения. И вот сегодня Крещение, праздник такой большой. И вот как-то такого в храме торжества не было. И вот, ну вот как-то так. Папа наш уехал сегодня в деревню служить. Вот. Я вам говорила уже, что в неделю раз строго в Кугалы, потому что там нет священника, и он строго в неделю, в месяц раз ездит. Я до этого неделю раз, что ли, сказал, в месяц раз ездит в Кугалы, служит там, проводит службу. Вот. И помимо праздников, если какой-то праздник, то значит он едет обязательно их праздник. Ну вот на Рождество нельзя было ехать, потому что было объявлено ЧП, вот. И ну никак он не смог поехать. Там люди расстраивались, конечно, что не смог он приехать, и что батюшка всё равно должен приехать. Такой большой праздник, а он не смог приехать. Вот. Ну вот сегодня поехал, поехал. Дай Бог, всё будет хорошо, всё будет нормально. Ну вот сейчас звонил, что уже послужили там всё, водичку, все источники их осветил. И, значит, теперь едут домой. А у нас сегодня опять мы сидим дома, потому что опять сегодня какое-то, да, Глебочка, красиво. Опять сегодня какое-то неспокойное положение в городе, неспокойное состояние. Ну, думаю, тот момент, который был пятого и далее все последующие числа, думаю, такого не будет уже. Потому что всё равно уже наши силы всё равно стоят на страже порядка. Глебочка, ну не шуми, пожалуйста. Всё равно стоят на страже порядка, и всё равно они оберегают порядок. Поэтому думаю, что всё будет хорошо. Очень хочется в это верить и надеяться на это. И очень хочется надеяться, что всё-таки будет всё как прежде, будет всё как раньше. Вот у нас раньше настолько... Вот город, я не знаю, как другие города, вот особенно наш, вот я говорю за свой, за Талдыкурган. Талдыкурган, вот настолько он спокойный город, вот настолько он тёплый, уютный город. Не знаю, раньше никогда такого не было, никогда у нас в Талдыкургане такого не было. Вот, ну дай бог всё прекратится и всё будет хорошо. Но вот как ни странно, сегодня погода, туман такой, плотный туман в городе, да. И вот именно туман такой же, вот как тогда был, 5-го, 6-го, 7-го, вот все те дни прям был, знаете, вот туман. И вот только началась нормальная погода, всё как-то вроде солнышко выглянуло. И вот вдруг сегодня опять какие-то митинги там несанкционированные, да. И опять сегодня туман, вот плотный такой туман, погода тяжёлая, вот всё как-то сверху. Моня, веди себя прилично. И как-то вот всё давит, вот такое вот тяжёлое, вот не знаю, вот такая вот обстановка, да. И в обед где-то часа в два, наверное, по улицам ездили, говорили, чтобы зашли все по домам, что начинается вот эта вот операция антитеррористическая. Ну, в общем, вот как-то так. Но всё равно сегодня спокойнее, спокойнее на душе, спокойнее вот на сердце как-то. Вот знаете, Моня, сиди. Не так страшно, как вот было в первый день, когда вот это всё было так неожиданно, так это было страшно, так это было, вот я не побоюсь этого слова, так это было вероломно, что вот знаете, просто даже не успели. Люди все расслабились, новогодние праздники, это такой большой праздник. Люди все радуются, там много выходных, вот этих праздничных дней. И вот настолько расслабленные были все. И вот в этот момент вот такой вот удар. Вот не ожидали вот этого, вот реально никто не ожидал, поэтому вот такое, видимо, случилось. Но сейчас уже всё равно все готовы ко всему, все всё-таки, знаете, на страже порядка. Вот и всё. Поэтому я думаю, что уже такого не будет. Вот. Ну и чем мы сегодня занимаемся? Да, в общем-то, ничем. Я же говорю, папа наш в деревне, внук он сидит полностью, вся комната засыпана конструктором. Лего собирает всякие нам дворцы строит, да, машинки всякие строит. Всё, что на заказ, работает на заказ. Бабушка, что тебе нужно построить? Вот это. Он строит вот это. Мама, что тебе построить? Вот это. Он строит вот это. И между делом делаем уроки. Уже вот что мы сегодня почитали, математику сделали. Вот сейчас ещё сделаем самопознание. И папа вечером придёт к казахскому. И литературу. И литературу. Всё. И уроки у нас сделаны. Мы прям ко всему готовы. Как пионер всегда готов. Вот так вот у нас. И вот так вот и мы. Ну вот и всё, пожалуй. А так всё хорошо, всё нормально. Ждём папу. Ждём. С какими-то новостями. И чтобы, дай бог, чтобы всё было хорошо. Потому что немножко волнительно на душе за то, что... Потому что вот объявили вот такое вот... Чрезвычайное положение. Нет, чрезвычайное положение, наоборот, отменили. Но вот сейчас ездили по улицам, объявляли вот это, да. А папа наш как раз в пути дороги. Вот поедет по городу. Нежелательно бы ездить по городу. А он поедет по городу. Поэтому я уже позвонила ему, говорит, ты там осторожненько езжай. Он говорит, да конечно, мам, конечно, я зачем буду где-то что-то. Ну, быстренько сейчас домой проедем и будем дома. Ну, дай бог, всё будет хорошо. Надеяться надо всегда на лучшее. Вести себя хорошо и надеяться на лучшее. И всё тогда будет хорошо. А я желаю вам всего доброго, светлого, человечного. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Не забывайте подписываться. Посмотрели видео и подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. У нас новые видео выходят каждый день. И причём они у нас самые разные видео. Где-то внук показывает вам, чем занимается он. Где-то мы свой досуг показываем. Поэтому видео у нас абсолютно разные. Поэтому подписывайтесь и вы не пожалеете, что общаетесь с нами. Всего вам доброго, светлого, человечного. До завтра. Пока-пока.